Привет-привет, дорогие мои! С вами Amway921, и сегодня мы поездим на Т57 Heavy. Поездим мы по карте Утес, и сегодня видео будет состоять из одного боя. В этом бою я постараюсь вам рассказать свое представление об этой карте, ну и сам бой будет довольно таким интересным, и во многом показательным, потому что все то, о чем я буду говорить, оно в принципе и проявится. Вообще, конечно, карта Утес, как и многие другие в игре, поведение на ней диктуется от артиллерии, потому что здесь есть целый ряд мест, где артиллерия достает, и достает конкретно, скажу я вам. Поэтому все, что нужно, просто знать несколько мест, где артиллерия до вас не достанет, и их придерживаться. Это такое основное правило. Обычно бои все начинаются одинаково. Я проезжаю на любом практически танке вот по этой дороге, и вот сюда заезжаю за это место. Тут я немножко подзадержался из-за СТ-шки наши там, да и все такое. И тут совершенно неожиданно для меня, вот такое на моей памяти очень редко, когда вот два Ололо Батшата совершают колоссальнейшую ошибку с их стороны, зачем-то вылетают. Но скажу я вам, не такие они молодцы, как наша команда, потому что наша команда совершает еще большую ошибку, чем они. Они их упускают. То есть, ну вот я все, что было, два раза попал в Батшата, и вот все. Один уехал почти целый, а другой уехал там шотный. Такое, конечно, событие редкое. И поэтому я, скажем так, немножко застрял на том месте, где сейчас нахожусь. Обычно проезжаю дальше, куда вам показал. Ну еще раз сейчас покажу, сейчас закончу с этим. Ну вот, обычно я проезжаю вот на это место. Оно позволяет откидывать вот по всем тем, кто проезжал бы там вдали, или вот светился бы в этих кустах, в таких очень необычных кустах, потому что в них можно убивать врага, не будучи обнаруженным, если никто другой вас не светит. Вот, а поскольку по пути случился конфуз в виде этих двух Батшатов, я застрял вот здесь. Вторая хорошая, прекрасная точка на этой карте. Дело все в артиллерии, конечно, потому что вот три артиллерии в бою это много. Что уж говорить, одна много, а три-то подавно. Опять уж речи нет. И поэтому это бодрая стояла на утесе. Вот два рикошета от Батшата не каждый день увидишь, да? Это же удивило. И вот сейчас я немножечко выехал вперед, нахожусь под артиллерией, как только я отстрелял все, что имел, тут же уезжаю назад в сейф от арты, чтобы по мне никто из них ничего не бросил, непотребное. Поскольку в данном сетапе артиллерия у противника, она, скажем так, тяжелая, но имеется в виду не быстрая, то, скорее всего, они стоят на привычном месте. Вот здесь вот, и поэтому сюрпризов никаких. Ну вот, переходим плавно к разговору о карте. Вот первая-вторая линия, сейчас нашему вниманию предстоит. Смотрите, чем она характерна. Первая-вторая линия, это первый этаж этой карты. Второй этаж, на котором я нахожусь, он всегда имеет перед первым преимущество, потому что снизу, с верхнего не убьешь, очень сложно. А сверху вниз стрелять очень просто. И даже, смотрите, если мы первую-вторую линию, например, пропускаем, но имеется в виду, если мы проигрываем сражение на ней, то не беда. Та позиция, которую занял я, она позволяет очень удобно, стабильно, легко, без проблем убивать всех тех, кто проезжает дальше. То есть, само по себе преимущество первой-второй линии, превосходство на ней не критичное. Не обязательно нужно там победить, и не обязательно нужно расстроиться от того, что вы там, например, не победили. Другое дело, что, конечно, кто-нибудь обязательно должен сюда поехать. И речь не про то, что вот я рассказываю такие позиции, которые... Зазевался, получи, побалде. Который, если вся команда вот встанет вот сюда, то мы победим. Конечно, нет. Как там, профессии каждой нужны, профессии всякие важны. То же самое здесь. Кто-нибудь все равно должен поехать на первую-вторую линию, там бдеть, чтобы никакой ЛТ не пролетел в начале. Но поскольку ЛТшки уже закончились, то здесь уже все просто. И та же самая позиция за маяком. Вот там, где ЕСТО у нас стоит, видите, вон за углом. У него такая интересная история, что если он проедет вперед и как бы нападет, да, на танки противника, то он будет иметь не преимущество, а у него будет невыгодная позиция. Потому что, во-первых, их там двое. Во-вторых, если он выйдет дальше, он попадет под огонь артиллерии и будет уничтожен. Без вопросов. Тут даже к гадалке не ходи. Поэтому тот, кто терпеливый за маяком, ровно как и здесь, тот, кто выстоит дольше врага и не поедет, тот и чаще всего побеждает. Конечно, всегда побеждает. Так я не скажу, бывает всякое. Но в любом случае, ну как, вот большинство ситуаций приходит к тому, что выезжает первый, умирает первый. Поэтому и здесь такая же история. Вот смотрите, вот, например, еще Федька тут взялся, откуда ни возьмись. Наша ПТ-шка его забирает. И вот Т-30. Стоял-стоял. Что стоять? Надо ехать куда-то. Все правильно делает. Выезжает, я вижу, что я могу по нему стрелять. И немедленно, ни секунды, вылетают неприятные маленькие цифры среднего урона и не успевая его добить. Не беда. Ничего страшного. И наш Е-100. Он парень опытный. Знает, что его задача это находиться там, где он сейчас стоит. Если просто стоять и ничего не делать, то пользы принятешь гораздо больше, если знать, где это делать. И вот он ждет, пока на него поедут противники. Потому что у нас еще две артиллерии живы. И если что случить, они его обязательно подстрахуют. Ну вот, количество артиллерии у нас немножечко сократилось. Т-30 тут дает о себе знать. Вот. И то есть, еще раз вам скажу, что те позиции на втором этаже, которые есть на этой карте, они имеют самый больший вес, потому что они позволяют гораздо больше. Они позволяют, во-первых, если в случае чего уйти от огня артиллерии, спокойно перезарядить барабан, например, на моем танке. Либо же просто переждать немножко, когда враг вас, скажем так, из внимания выпустит, типа забудет, чтобы сменить направление атаки там, или как-то поехать в другое место. И все такое. То есть, центр карты, он оказывается центром не только событий, не только движух, но и центром ключевым, очень важной точкой. Сейчас, смотрите, в чем дело. Я не выезжаю вперед дальше, потому что по мини-карте ИС-8 и Хэви светились вот здесь. Вполне, кто-нибудь из них может стоять уже вот тут вот. И как только я, например, к нашей ПТ-шке подъеду, они могут меня там разбить, потому что силуэт мой выше, броня моя хуже, ХП у меня меньше. Поэтому я это знаю, аккуратно вот здесь вот за трупиком, если что, прячусь. Самая сейчас серьезная опасность, которая в данном бою вот уже осталась, это артиллерия. Потому что она стоит с другой стороны, чем враги. Перекрестный огонь он всегда к добру не приводил, всегда приводит к злу. И поэтому наш Объект-28 делается абсолютно правильно. Ну, может быть, такой странный шаг. Спускается вниз. Ну, слава богу, что сейчас это можно сделать. И сейчас у нас с ней миссия выпилить артиллерию. Я свожусь на то место примерно, где артиллерия обычно стоит в углу. Ну, вот отсюда не вижу, деревья мешают. В это время противники почуяли запах жареного, вылезают на сотку и тут же начинают жестко огребать. Сейчас за ИС-8 подтянется и Хэви. Это была ошибка, что он там задевался, но с другой стороны Хэпо не У-400. И сотку, конечно, они нашу разберут тут уже без шанса. Вот случайный момент. Смотрите, я увидел трассер от арты в углу и просто на шару там примерно где стоит и попадаю. Представляете, что бывает? Я уж просто подумал, вот это, вот это удача. Наверное, ПТ-шка наша тоже немножко в шоке и вот она возвращается. Дело в том, что нашу сотку мы потеряли, ну, понятно, по простой причине, что врагов было двое, а он один. Мы его бросили, как бы, но это бросили на самом деле мы, может быть, бросили его, но не бросили бой, потому что мы имеем преимущество, мы остались живы, целы, здоровы и для хэви, который теперь шотный, для моего снаряда, ну, конечно же, как это мы с вами знаем, если средний урон 400, это совсем не значит, что я с этих 400 обязательно 400 и выбью, как мы убедимся с вами, как обычно это будет и в этот раз. И то, вот чем я занимался весь бой, не съезжал вниз, держался вот этих ключевых точек, ключевых позиций, важных, о, 362, конечно, не пробитие, конечно, и промах, весь набор, набор добивальщика. И вместе с нашей ПТшкой, в общем, мы и остались целы благодаря тому, что, имея опыт, имея свои представления о том, где мы должны находиться в каждый момент боя, произошло то, что произошло. Мы, в общем, победили, здесь уже без, без шансов. Вот, ну, надеюсь, данное видео приоткрыло для вас какие-то нюансы, может быть, вы и без меня это все знали. Но, с другой стороны, когда лишний раз убеждаешься в своей правоте, оно лишним не бывает. И мне всегда приятно, когда я слышу от кого-то мнение по поводу того или иного события, когда, если оно совпадает с моим, мне очень приятно, что я тоже самое и думал. На этом видео подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Перед вами будут итоги. Большое спасибо 208-му за то, что он мне воина обеспечил. Ну, и, наверное, если бы не мои кривые руки, я бы его и сам взял бы, если бы нужные выстрелы прошли с уроном. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова